Всем привет! Меня зовут Николай Ляскин, я руководительского штаба Алексея Навального на кампании по выдвижению его в качестве кандидата президента. Сегодня у нас штаб был пероломно захвачен сотрудниками полиции. Мы не понимали сначала, с чем это связано. За одну ночь спилили ручки, входные ручки на двери, поставили задвижку, поставили решетки на всех окнах за ночь. Но самое страшное для нас, это у нас там дежурил человек. Каждую ночь у нас дежурит кто-нибудь обязательно в штабе. И мы не могли с ним выйти на связь. То есть мы звоним ему, телефон звонит, он не берет трубку. Мы не понимали, что с ним, как. В окно мы видели, что в штабе находятся какие-то люди, они ходят, они большие, достаточно крупные, бородатые, по гражданке одеты. Но человека иногда не было. Вот сейчас мы выяснили буквально пять минут назад, что его из Замоскворецкого ОВД ведут в Замоскворецкий суд наручников, пешком из ОВД его везут в суд. То есть часть людей уже прошла туда, часть людей осталась здесь. Здесь тоже важно. Хоть мы и не в помещении, но мы работаем. Мы поставили инвенторы. У нас есть электричество. Пойдемте, мы покажем. У нас есть электричество. Мы имеем ноутбуки и людей. Мы регистрируем. Вот сейчас вы видите, как проходит регистрация координаторов на точке, которые будут агитированы. Какая же ты станция метро? В Сухаревске. В Сухаревске. Только что вы стали свидетельцем, как на станцию метро Сухаревска зарегистрировался координатор. Это 8-9 число. Большой агитационный день. Около каждой станции метро будут люки. Будут листовки. Будут, надеюсь я, шары. Но самое главное, что листовки, шары, баннеры, это все прекрасно. Самое замечательное, что у нас есть, это люки. Потому что таких лютей, как у нас, нет ни у кого. Ни у одной партии. Ни у одного кандидата. Только Алексей Навальный и люди. Вместе это получается такая грибочая смесь, которой боятся вся власти. Боятся все силовики. Боится администрация президента. Я не знаю, как там и все эти разведки, которые нам запаснут бомбу, как в Новосибирске, нам, как в Орле, ищут экстремистские материалы, в Вологде проводят обыски. У нас, чтобы вы понимали, вот это вот, все это незаконное задержание, незаконное задержание и арест нашего сотрудника, подходил в рамках уголовного дела о споре хозяйствующих субъектов. То есть есть собственник, есть арендатор, мы являемся субарендаторами. У собственника с арендатором возникли какие-то проблемы. Они возбудили уголовное дело, друг на друга написали заявление. У нас есть абсолютно нормальный законный договор, на основании которого мы находимся в этом помещении. Но вот в рамках того уголовного дела произвелись какие-то следственные действия, забаррикадировали офис, поставили решетки, арестовали нашего человека. Поэтому мы имеем беспрецедентную акцию по всей стране, противодействуя большой агитации. То есть для того, чтобы не допустить большого агитационного какого-то субботника, власти пустились на какие-то беспрецедентные меры. Но, друзья, приходите агитировать. Есть еще большая проблема, то, что у нас федеральный штаб ограблен изъятые лисовки. Печатайте лисовки, приносите лисовки. У нас есть чудесные ДМП-варианты лисовки, поэтому мы вас ждем в Москве. Я вас жду в Москве. В других городах вас ждут другие координаторы. Приходите к ним, разговаривайте, общайтесь. Они могут разобрать у нас все. Они не могут отнять у нас наши головы, языки и души. Говорите с ними, рассказывайте о том, что в костюме нет. Мы с вами с вами будем в компании записи всех, чтобы люди подставляли подписи в поддержку Алексея Навального. Коля, расскажи, а вот что это за мужчина в костюме дает пресс-конференцию? Это удивительный мужчина. Это мужчина является адвокатом, женщина, которая является представителем собственника по доверенности. То есть собственник не берет трубки, собственник сбрасывает телефон, не хочет никак идти на контакт и не принимать никакие решения. Но есть какой-то мужчина, который сейчас нам пытается доказать, что вот есть уголовное дело. И даже он говорит, что к штабу Навального у них никаких претензий нет. У них есть претензии к арендатору. И они в ходе этого спора, в ходе этих претензий развели вот эту всю деятельность. Тут автозак, тут порядка 30 сотрудников полиции. Это охрана, все, оцепление. Спор хозяйствующих субъектов. Друзья. А что с газетами? Часть газет внутри, часть газет мы спасли. Газеты будут, поэтому все равно печатать фестовки. То есть мы рассчитывали, конечно, на федеральный штаб. И мы хотим, чтобы было их больше, лучше. Никогда агитации не было. Николай, нас спрашивают, что конкретно это за штаб, какой адрес и что вы рекомендуете? Друзья, кто не знает до сих пор адрес московского штаба, ай-ай-ай. Садовническая набережная, дом 69. Вы должны уже давно сюда приходить. Если не приходили давно, приходите сейчас. У нас, как бы это смешно ни звучало, в арке открыт приемный пункт. Приходите, записывайтесь в агитацию. Вот видите, самое страшное нарушение это стояние на дороге. То есть человека похитили, и тиражи изымают. Какой-то беспредел творится. Сотрудники полиции беспокоятся, чтобы никто никому не мешал проходу граждан, и чтобы никто не выходил на дорожную, на дорогу. Поэтому приходите. Садовническая набережная, 69, уже рядом. Арчи какой-то, там у нас есть прекрасные девушки. Они запишут вас на конкретную станцию метро, на которую вы будете, придете 8 и 9, с 2 до 5 часа дня. Вы сможете скоординировать там людей, расставить их по точкам. Мы вам это научим, обязательно расскажем, как это сделать. Будет агитация много, хорошо. Будет агитация немного. Вы наша главная агитация. Приходите, никто у нас не сможет этого отнять. Пойдем, пойдем дальше, погуляем. А вот Леонид Волков, он должен был сегодня поехать открывать штаб в Оренбурге, но из-за происходящего события в Московском штабе, со складами федерального штаба, он отменил поездку в Оренбург, и вот остался здесь для того, чтобы принимать решение о том, как мы будем организовывать наш большой агитационный субботник, приуроченный в Оренбурге Алексея Навального, из входа административного ареста. Он получил 25 суток после 12 июня, и завтра он выходит на свободу. Соответственно, мы отправляемся агитировать еще лучше, активнее и энергичнее. Давайте попробуем подойти к Леониду. У нас тут все машины на въезде шмонают, чтобы не привезли листовки, которые заезжать на набережную, все машины абсолютно обыскивают. Это какая-то спецоперация, спор хозяйственных субъектов. Какая станция метро? Восьмого-девятого. Пролетарщик. Вот вы молодец. А у вас? Полежайская. Молодцы. Друзья, вот смотрите, многие из вас боятся быть координаторами. Ну, координатор станции метро Пролетарской, координатор станции метро Полежайской. Если вы боитесь быть координаторами, приходите помогать таким замечательным девчонкам. Пролетарская Пролетарская? Сам бы приехал, но разорваться не могу. Невозможно же разорваться. Поэтому приезжайте. Осталось всего 50 станций метро. У нас из 230 осталось 50 станций метро, которые без координатора. Скажу честно, поэтому мы нуждаемся. В координаторах там по разным округам 2-3 станции. Но везде нужны будут агитаторы, везде нужны будут помощники таким прекрасным девчонкам. Кто из них, когда из них сейчас? Это Николай Ляскин, координатор московского штаба Алексея Навального. Он рассказал про подготовку большого агитационного уикенда, который пройдет в эти выходные. Собственно, работы московского штаба. Несмотря на то, что помещение полностью заблокировано и часть агитации изъята, работа штаба, как вы видите, не прекращается. Здесь было до недавнего момента очень-очень много волонтеров. Часть людей ушла буквально несколько минут назад в Замоскворецкий суд, Куда, как уже рассказал Николай, в наручниках из ОБД Замоскворецкая ведут дежурного, который находился ночью в московском штабе и которого, собственно, задержали. И вот сейчас его в наручниках ведут по улице в сопровождении, вероятно, полицейских, судить непонятно зашли. Вот, собственно, здесь проходит регистрация координаторов для большого агитационного шоссе энтузиастов. Уже занято, так что торопитесь, не так много свободных станций осталось. Пойдем покажу вход в штаб, окна штаба, все, решетки, вот эта снистория. Поскольку, что было, когда было. У нас есть окна, помещение, в котором находился московский штаб. Если присмотреться, вы увидите решетки. Раньше этих решеток на этих окнах не было. Их установили неизвестные лица. Сегодня ночью. Соответственно, дежурному не дали возможности никому сообщить о происходящем. Возможно, это была какая-то молниеносная спецоперация с участием. Я не знаю, несложно предположить, как в каких-то боевиках. Но он не смог никому сообщить о том, что происходит. И после этого с ним долгое время не было связи. Вот только недавно удалось выяснить, что с ним происходит. Здесь была табличка. Ее тоже украли. Это уже, по-моему, третья табличка московского штаба. Сотрудники полиции, автозак, привычный пейзаж. Телеканал «Звезда». Пламенно чем-то интересуется. А долго решетки устанавливать? На основании которых пока что... А у вас не было на работе? Никуда в другом клубе были. Двой детей я даже не имел. Мы люди неподневольные. А, вы неподневольные. Хорошо. А свободными не хотите? Нет? А? Вот мы наблюдаем прекрасный симбиоз телеканала «Звезда» и телеканала НПВ. Ждем репортажи. На ту сторону. Самое опасное здесь – это переходить дорогу. Вот сейчас мы, наверное, тоже пойдем к замоскворецкому суду. И в судах, как мы все знаем, снимать довольно проблематично. Но если будет возможность, то попробуем и там поснимать. И выяснить судьбу нашего коллеги, который дежурил в московском штабе сегодня ночью. Ну, что еще минуту просто и заканчиваем. На что ты стрим делаешь? Навальный лайв. Ну, на приклад ютуба. Ну, Навальный лайв, официальный канал. Здесь поменял замки, и за это мы уже расторгаем. Никогда такого не было. Вот опять. А с нашей стороны есть какие-то конкурсы на сайте? Вообще, поводите, они должны вернуться в арендодательство, который был в населении. Ну, мы-то знаем, где мы живем. Да, но как бы никто ничего не вернет, то он станет. Конечно, люди уже. А что за арендодательство было вообще? Баритет С или баритет М4? Баритет. Нет, все-таки план хотя бы надо. Нет, все-таки план хотя бы надо. Нет, все-таки план хотя бы надо.